Пам-пам. Срок за шутку. Новая статья Навального и провал отряда самоубийц. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в Казахстане и мире за последнее время. Но перед тем, как начнем, у меня к вам одна небольшая просьба. Вот по-братски, уничтожьте эту кнопку лайк и окрасьте алую кнопку подписаться в серый цвет. Пам-пам. Состоялась презентация компании Samsung, где показали обновленные складные смартфоны, но каким-то образом это не самые интересные девайсы дня, а главный вот этот потрепанный планшет. Все еще, кстати, Samsung, но, судя по экрану, он оказался нескладным. Как заявляют журналисты русской и арабской службы BBC, этот планшет был обнаружен в Ливии. И его предыдущий хозяин это боец частной военной компании Вагнера. В России наемничество запрещено, и поэтому Вагнер официально не существует, но на самом деле он очень сильно существует. Частная военная компания это вообще в целом распространенная штука, когда государство не хочет или не может публично и официально вести где-то боевые действия, они вот это делают через подобные организации. Если что, всегда можно сказать, что ты ни при чем. Тебе не поверят, но сказать можно. В расследовании журналистов говорится о том, что они покопались в файлах на этом планшете и нашли карты минирования местности, инструкции к оружию на русском языке, а еще книгу Гитлера «Майн кампф» и «Песнь да и огня», ну и «Игру престолов», короче. Бонусом к планшету источник передал журналистам документы с как бы формы заказа разного оружия, которые можно получить только если ты в очень хорошем контакте с российской армией. Короче, все это как бы указывает на то, что Вагнер был в Ливии и воевал на стороне противников признанного ООН правительства. Спойлер, чем это все закончится. Материал BBC будут обсуждать на Западе. В России скажут, что все это вранье, никакого у Вагнера нет, а планшет и документы нарисовали спецслужбы в Великобритании. И на этом все закончится. Какой вариант правды, я не знаю. Я не был в Ливии. Но даже если планшет поддельный, это еще не означает, что Вагнера там не было. Мне вот интересно, что сделают с человеком, который вот так посеял планшет с этими данными, потому что это прям выглядит комично. У него такой хранился на планшете базовый набор улик. И, видимо, без всякого изощренного шифрования или там самоуничтожения файлов. Это похуже, чем оставить новую модель айфона в баре до презентации Apple. Поэтому мое предложение частным военным компаниям, чтобы вот таких историй не случалось, маскируйте планшеты, чтобы никто не поверил, что они ваши. Вот с книжкой Гитлера это вот правильное направление. Надо туда двигаться. Надо там на обои поставить какую-нибудь анимешную девочку, шрифты поменять на рукописные, закачать на него пару сезонов токийского гуля, установить Garden Escape, пройденный до 2000 уровня и пролайкать все видео на моем канале. На фоне всего этого какая-нибудь там карта минирования территории будет просто выглядеть чужеродно. И даже если опубликуют расследование и скажут, что все это было сделано для отвода глаз, то реакция общественности будет очевидна. Ну да, конечно. Они это замаскировали именно так, как сказал Усачев в ролике. Пам-пам. Очень печальное развитие. Приняли сразу два судебных дела, которые сейчас идут в Россию, и они напрямую беспокоят меня. Во-первых, Юрий Хованский, который и так уже с июня арестован, потому что в его старой песне, там, пятилетней давности, нашли слова, которые оправдывают террористический акт с мюзиклом Nordost. Но вот теперь его дополнительно внесли в реестр физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Во-вторых, стендап-комик Идрак Мирзельзаде получил арест на 10 суток за разжигание межнациональной розни. Так как он в ютуб-шоу Разгоны пошутил о том, что... Если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются говном. Там как бы... Там в контексте было. Почему это беспокоит меня? Потому что в России, видимо, начали судить за плохие шутки. Вот так вот что-нибудь опять ляпнешь, не подумав, и на тебя кто-нибудь обидится и донос напишет. За шутки сажать нельзя. Это глупо, это подрывает остатки доверия к правосудию, к правоохранительной системе, если они у кого-то остались. Ведь нет статьи за шутку, я вообще не уверен, что есть в законе понятие «шутка». И людей судят по другим, более серьезным статьям, которые изначально для другого вводились. Это по факту злоупотребления нормами закона. В итоге террористами считаются и те, кто детей в школе расстреливал, и те, кто в храме ловил покемонов, и тот, кто в пьяном угаре подумал, что он русский Джин Джеффрис. Каким образом песня, оправдывающая терроризм, позволяет включить человека в список лиц, причастных к терроризму, то есть как бы террористов? Я сейчас даже немного опасаюсь эту тему поднимать, потому что если оправдание терроризма равно терроризму, то оправдание людей, оправдывающих терроризм, тоже равняется оправданию терроризма, то есть терроризму. Сокращение дробей идет в математике, только тут ты в конце лишаешься доступа к своим банковским счетам. С и драком ситуация тоже дерьмовая, но как бы с другим привкусом. А я-то в сортах говна разбираюсь. Я же русский, да, и драк? Естественно, я даже не думал, что кто-то может оскорбиться на тот кусок, вот где комик разгонял о тех сложностях, с которыми сталкивается неславянской внешностью человек при попытках арендовать квартиру в Москве. Даже больше скажу, мне интересно, кто на это обиделся. Хотя тут есть ответ. Царьград и Соловьев. А это, простите, что было сейчас? Они вот помогли накачать ненависть в сторону стендапера, но я так до конца и не понял позицию Соловьева. Вот если бы и драк был пирожком, то пирожком с какой начинкой он был бы. Можно сделать такое вообще странное предположение, что таким извращенным способом система пыталась показать, что она одинаково ко всем относится. Типа вот как комики с ТНТ там регулярно извинялись за шутки над разными национальностями. И как бы странно, что шутки над русскими, и вот за это никто не отвечает. С другой стороны, никто из комиков ТНТ не сидел. Но я открою секрет, что равенство и терпимость, это не когда всех одинаково сажают, а это когда взрослые люди понимают, что шутки это шутки. А пока просто есть прецедент, что за шутку можно посадить. Сегодня это шутка про русских, завтра будет шутка про кого-то другого. Пам-пам. Выход этого видео поддержал тот, кто верит в ваши таланты и знает, что при должном старании и обучении их можно развить во что-то большее. И нет, это не ваша мама, а образовательная платформа Нетология. В Нетологии готовы помочь трансформировать вашу любовь к видеоиграм или увлеченной социальными сетями в реальную и востребованную профессию. То есть концепция в том, чтобы выстраивать обучение, опираясь на ваши интересы и на ваши сильные стороны. Причем это не только распространенный сейчас формат видеолекций или онлайн-тренажеров, а еще и живые сессии с экспертами, где вы напрямую сможете обсудить интересующие вас темы и вопросы. И хорошая новость, сейчас открыт доступ к полностью бесплатному онлайн-курсу под названием «Диджитал старт. Первый шаг к востребованной профессии». Вы получите ключевую информацию и попрактикуетесь в пяти направлениях. Маркетинг, программирование, аналитика, дизайн и управление. Эксперты дадут обратную связь по вашим работам и даже помогут составить карьерную карту, как бы личный план развития. А все для того, чтобы вы могли найти специальность, подходящую под ваш опыт и цель. Ссылка на курс находится в описании под видео, смело нажимайте на нее и, может быть, вы будете удивлены своими результатами. И приятный бонус для тех, кто решит приобрести платные курсы НИТАЛОГИИ, это 45-процентная скидка по промокоду УСАЧЕВ. Пам-пам. Кажется, обнаружен способ вечно держать Алексея Навального в тюрьме. Ну или до тех пор, пока власть в стране не поменяется на... на что-то еще. На днях фонд борьбы с коррупцией и пачку других организаций, связанных с Навальным, внесли в список экстремистских и запрещенных в России организаций. И как бы теперь следующий шаг, это обвинить Навального в том, что он создал такие запрещенные организации. Создание некоммерческой организации, посягающей наличность и права граждан. А это до трех лет лишения свободы. То, за что он сейчас сидит, как бы официально не связано с его политической деятельностью. Но вот теперь все политические структуры Навального вне закона, и значит, руки у государственных обвинителей развязаны. Вообще так можно постоянно вот запрещать что-то из прошлого Навального, а потом обвинять его в том, что он это создавал, либо участвовал в этом. Хотя я не понимаю, почему просто до сих пор не запретили быть Навальным. Ведь к этому же все идет. Отдельно я хочу отметить нынешний титул Навального, иначе это не назвать. Я открыл статью на каком-то сайте, и вот там после имени его шла вот такая обязательная приписка, как бывает после запрещенных организаций. И сейчас это звучит так. Алексей Навальный, учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента и признанного экстремистской организацией. Это вот чисто в тронный зал под такое входить. Еще пара террористических статей, и Навальный, в принципе, может там пресс-конференцию в центре Москвы дать, как талибан. Пам-пам. Сейчас в кинотеатрах по всему миру происходит отвратительное преступление. В прокате проваливается фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц». Ну что, начнем. Не путайте с другим фильмом про «Отряд самоубийц», который вышел 4 года назад. Тот при всей своей унылости в первые выходные собрал 130 миллионов долларов США, в США и в сумме по миру почти 750 миллионов долларов. Новый «Отряд» при всей своей шикарности собрал в первые выходные всего 26 миллионов долларов. То есть в 5 раз меньше и, по удивительному совпадению, новый фильм примерно в 5 раз лучше старого, как минимум. Он смешнее, он изобретательнее, он смелее. То есть представьте себе «Стражей галактики», который Ганн снимал для Марвел, только теперь ему разрешили кровищу показывать и члены. Но вот кажется, что замечательный фильм стал очередной киножертвой коронавируса. Он выпущен сразу и на больших экранах, и в онлайн-кинотеатрах. Мало того, я видел даже статью, которая обвиняет частично в провале фильма антипрививочников. Мол, из-за того, что в некоторых регионах США не удалось вакцинировать достаточное количество людей, опять идут пики заболеваемости, и люди просто боятся ходить в кинотеатры. Обидно это, потому что мне фильм понравился. Там буквально вот с первых минут понимаешь, что вот, это «Отряд самоубийц», который сделан правильно. Можно прям два фильма сравнивать. Я бы сказал, что это на данный момент лучший фильм DC, вот из современных. Прошлой зимой я в отзыве в одном из видео говорил о том, что я посмотрел «Харли Квинн», ее феминистический фильм про хищных птиц, и меня смутило, что очень странно поставлены драки, очень базово. Она просто либо стреляет в кого-то, либо перекидывает через бедро, периодически делает колесо. Все, то есть никак не использует то, что она женщина. Она не должна в кино драться так, как будет драться какой-нибудь Джон Сина. Так вот, в новом отряде все сделано правильно. Героиня использует свою пластичность и хитрость, и я верю, что да, вот таким образом девушка может ушатать огромного качка. Это классно. И, собственно, вот Джеймс Ганн мог быть тем человеком, который снял успешный фильм и для Marvel, и для DC. Может быть, даже в идеале он бы сделал какой-нибудь кроссовер. Но в итоге фильм в лучшем случае в ноль выйдет. Я очень надеюсь, что продюсеры сейчас как бы учитывают такую поправку на ковид при оценке сбора фильма. И я в очередной раз пошел проверять вообще, что сейчас по сборам происходит. И все очень грустно. Самый кассовый голливудский фильм это семейное кино. Это Форсаж 9. Не смотрел его, но в мемах везде что-то про семью написано. Он собрал 660 миллионов долларов. Но я не случайно уточнил про голливудский, потому что это лишь третий результат. Два самых кассовых фильма в этом году это китайские комедии. Привет, мама! и Детектив Чайна Таун 3, о которых я даже не слышал. Эти фильмы собрали больше, чем Форсаж 9, только в Китае. Пам-пам. Я тут на днях поучаствовал в сраче в Твиттере. Поздравьте меня. Человек искаженно подал мои слова из предыдущего видео. И мне как раз нужно было монтировать, пора валить. Так что это был идеальный повод не монтировать. По итогу я считаю, что должен пояснить один момент касательно предыдущего ролика. У меня там в одном месте так прозвучало смысловое ударение, что фразу можно было трактовать неправильно. И некоторые люди сделали вывод, что я назвал неадекватным поведением побег белорусской бегуней Тимановской. Но на самом деле фраза относилась к тому, что спортивная руководство страны могло ей угрожать. Угрозы я считаю неадекватными. То есть моя позиция, что если ей угрожали, то это плохо. Тимановская сейчас, кстати, продает на аукционе свою медаль с летних европейских игр 2019 года. Вырученные деньги обещает отправить в Белорусский фонд спортивной солидарности. Так что есть вот такой вариант благотворительности. Если вы хотите поддержать белорусских спортсменов. Или может быть в 2019 году на 100 метровке вы взяли лишь бронзу. И это ваш второй шанс. Разборки в твиттере даже обогатили мою картину об истории с Тимановской. В той части, что я не знал, что когда она забегала от сопровождения белорусского, она уже была в аэропорте. Но отдельно я бы хотел сказать, что я понимаю, да, что некоторые темы, о которых я говорю, вам лично могут быть ближе других. Новость может быть из вашей страны или из вашего города. Вот для примера, жители из Беларуси более чутко относятся к новостям, которые об их стране. Есть вот эта заряженность, что все федеральные каналы врут, всех прожали и купили, и надежды на интернет. И итог вот такой заряженности, что там одно неправильное смысловое ударение приводит к далеко идущим выводам и оскорблениям. Типа взялся рассказывать, так рассказывай полностью, во всех деталях, либо вообще не лезь. Так вот, нет, это не так работает. Разные новости представляют для меня разный интерес. Не обо всех у меня есть желание по несколько минут рассказывать. Может быть, по каким-то я хочу подождать развитие событий и комментариев другой стороны. А про другие у меня может быть желание просто пошутить шутку, не вдаваться в детали. Все же понимают, что практически каждая из этих новостей для кого-то очень важна в этом мире. Для каждой есть люди, которые посчитают, что недостаточно времени ей уделил. Допустим, нам может быть забавная история про женщину из Африки, которая симулировала беременность с 10 детьми. Но ведь у этой женщины есть муж, и его жена сбежала с его детьми. И с его точки зрения в этой истории нет ничего, кроме трагедии. Важность новостей и их восприятие, они субъективны. И у Сачев Тодей это очень субъективный формат. Я сам подбираю новости, я сам пишу сценарий и говорю от своего имени. Если я посчитал, что у меня в выпуске и так слишком много новостей про Олимпиаду, то я о них буду рассказывать более кратко. Это называется свободой слова. А запрещать мне говорить о каких-то новостях рассказывать, или указывать о том, как я обязан о них рассказывать, это ее ограничение. Если бы я хотел гайдлайны того, что и как мне рассказывать, то тогда бы пошел на телевидение работать. Пам-пам. Я думаю, что даже не следя за миром робототехники, вы натыкались хоть раз на видео с робопсом Spot от компании Boston Dynamics. Четырехногий робот с кучей датчиков, который вроде как много чего умеет, но не совсем понятно, как его вообще использовать. Ну, кроме тех случаев, где какой-нибудь там департамент полиции сольет на него свой бюджет, чтобы потом попасть в заголовки газет. Собака нехило так стоит, 75 тысяч долларов, то есть это почти 5,5 миллионов рублей. Может там себе квартиру неплохую купить, либо собаку, которая не линяет. Так вот, случилось то, что рано или поздно случается с любой дорогой техникой. Китайцы ее скопировали. Компания к Xiaomi анонсировала робопса под названием CyberDog. И главное тут, цена. Первую тысячу единиц планируют продавать всего за полторы тысячи долларов, то есть 110 тысяч рублей. Да, датчиков у пса Xiaomi не так много, как у спота. Xiaomi помедленнее и послабее, но по словам инженеров и энтузиастов робототехники, норм за свои деньги. Вот, видели, да, вся новость была рассказана в таком объеме только ради шутки про норм за свои деньги, как будто речь про китайский телефон. Вот так мне захотелось рассказать о ней. Ну ладно, есть еще одно замечание по теме. Это на самом деле не первый китайский робопес, был еще до этого другой по стоимости 2700 долларов. И это мне начинает напоминать историю, как с гироскутерами и квадрокоптерами, когда технология долгое время представлена в больших и дорогих устройствах. Я помню, как Segway стоили чуть ли не миллион рублей, а квадрокоптеры для съемок клипов арендовали вместе с пилотами. Теперь на каждой набережной есть пятиклассник, который едет на гироскутере и управляет игрушечным квадрокоптером. Через пару лет за ним будет бежать робо-собака. Пам-пам. Новости Казахстана. В этот раз новость печальная и коронавирусная. В Казахстане есть система оценки эпидемиологической ситуации. В зависимости от уровня заполненности коек в регионе, он может быть либо зеленым, либо желтым, либо красным. Но в конце июля придумали еще темно-красную зону. Это если у тебя больше 70% коек заполнено. Так вот, свежая новость. Все регионы страны в красной зоне. Вот это я удачно приехал. Хотя, наверное, сейчас нет страны, куда можно нормально приехать. Кстати, тут есть свои особенности в этих ограничительных мерах. Это называется приложение Ашик. И московская инициатива с QR-кодами. Вообще детские игры. Человек, заходя в кафе, сканирует QR-код и показывает владельцу свой статус. Вакцинирован он, болен или здоров. Соответственно, больным входить нельзя. И у каждого статуса свой цвет. То есть реально здесь люди поделены на разные касты по цветам. Есть еще система поощрений для заведений. Если набирают определенное количество чекинов за две недели, то получают статус ЛИДЕР АШИК. Это дает им право дольше работать и больше людей пускать. Чисто вот игровой баф на две недели. Число чекинов, которое нужно набрать, зависит от населенного пункта и категории заведения. Для примера, вот тут в Алматы ресторан должен набрать 2000 чекинов за две недели. В выходные дни они работают только на вынос, так что остаются будние дни, это примерно 200 чекинов в день. Возможно, у вас логичный вопрос. Зависит ли число чекинов от размера заведения? Конечно же, нет. И большой ресторан, и маленькие должны набрать одинаковое количество чекинов. Ведь иначе было бы удобно. В целом, о качестве системы АШИК лучше всего говорит рейтинг АШИКа в магазине приложений. Я лишь скажу, что на мой российский номер так и не пришла смска для регистрации, хотя в приложении такая опция есть. Но на самом деле я бы не смог все равно зарегистрироваться, потому что даже после кода из смски нужно еще ввести свой ИНН, которого у меня, естественно, здесь нет. Так что я теперь хожу как нерезидент, во всех заведениях показываю свой паспорт, и охранники вручную вбивают номер моего паспорта в свой планшет на входе и смотрят мой статус. Я в Казахстане уже две недели, и все это время синий. А, да, есть еще другая система проверки для нерезидентов. Ты на входе говоришь, что ты нерезидент, показываешь свой паспорт, и охранник говорит. А, проходи. Ну, видимо, на лице написано, что я синий. Пам-пам. Тут ООН опубликовали доклад об изменении климата. Краткий вывод. Человечество обосралось, и мы в жопе. Примерно до такого типа идут заголовки, но у меня один вопрос. Неужели кто-то этот доклад реально прочитал? Потому что межправительственная группа экспертов по изменению климата выпустила доклад на 1300 страниц. И это только его первая часть из шести, которые они планируют выпускать до 2022 года. Если они будут того же объема, то это 7800 страниц. Потом, наверное, еще полернут вот какими-нибудь выводами еще страниц на 200, чтобы вот добить до 8000. Как такой объем можно переварить? Я уже, как взрослый человек, серьезно раздумываю о том, чтобы начать пропускать некоторые проекты Marvel, потому что их слишком много стало. А тут выпускают материал о будущем планеты, всего человечества, и это 1300 страниц. Как это прочесть? Хотя, может быть, там половина, это чисто список литературы, потому что весь доклад, он основан на сотнях работ ученых из десятков стран. Именно в этом сила доклада, что это труд многих ученых. Они проводили исследования, и все пришли к выводу, что человечество виновно в том, что температура на Земле растет рекордными темпами. Не полностью виновны, но если взять вот рост температуры, то за 99,9 этого роста в ответственности людям. А рост средней температуры, это не только более жаркое лето в Москве, это тающие ледники, это поднятие уровня океана, и более частые природные катаклизмы. Природа становится более нестабильной. И самое грустное, что эти изменения уже необратимы. Ученые представили несколько сценариев развития событий до 2100 года, и даже если вот прямо сейчас мы вырубим вообще все выбросы в атмосферу, это не приведет к тому, что уровень океана опустится, а айсбергены растут обратно. Нет, они просто замедлятся. Я пока не нашел такую штуку, но было бы очень круто, если бы к этому докладу вот сделали анимацию развития всех сценариев возможных. Какие территории будут затоплены там или высушены в случае разных вариантов развития событий, чтобы наглядно было. Конечно, понятно, что первыми к Посейдону отправляются Нидерланды, но дальше-то что? Я просто когда был на севере Черногории, я такую прикольную там полянку увидел, что вот дом на ней поставить было бы идеально. Но вдруг, по их прогнозу, через 20 лет там будет пустыня смерти. Пам-пам. О, кстати, я вспомнил новость, которая как бы и про климат, и про Казахстан. Две предыдущие соединяет. Я здесь гулял по парку Первого Президента и запостил в сторис, что практически все поливалки на газонах работают неправильно. То есть они либо там поливают не газон, а дорожку рядом с ним и людей, либо вообще заливают все и превращают в болото. Так вот, я сегодня вышел на пробежку в тот же самый парк в то же самое время. Ни одна поливалка там не работает сейчас. Если вдруг их отключили из-за моих сторис и парк Первого Президента пересохнет теперь, то, пожалуйста, извините. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Большое спасибо за просмотр. Проверьте, чтобы мой колокольчик был нажат. Пора валить, конечно, посмотрите. Из Черногории. Всю страну объездил. Очевидно, что с Казахстаном такое не получится. Он огромный. А если и пора валить уже отсмотрен, то получаете комплимент дня. Комиссия ООН составила пять сценариев развития человечества и в каждом из них мое сердечко тает при мысли о тебе. Пам-пам.